Вот уже три недели, как украинская армия вошла в Славянск. Не слышно взрывов, прекратились бомбежки. Люди возвращаются в разрушенный город. Почти каждый дом на улице Ботанической пострадал от обстрела. Прямым попаданием снарядов разрушены семь домов. Есть погибшие и раненые. Дом Изабелы Юрьевны разрушен. Снаряды сюда попадали не один раз. 4 июля, в последний день военных действий, хозяйка дома была на огороде. Это спасло ей жизнь. Мой дом обстреляли два раза. Первый раз обстреляли 8 июня. Ну, тогда снесло крышу, шифер, провалился потолок. Но все в доме, вся мебель, все осталось так, как было. Когда обстреляли 4 июля, все было снесено. Дом превратился в груду кирпича. Все исчезло. Нельзя ничего достать. Вся мебель, котел, холодильник. Все. Дом полностью разрушен и подлежит восстановлению. А скажите, пожалуйста, вы когда стреляли 4 числа, вы были здесь? Я была здесь и 8 числа, и 4. 8 я была прямо в доме, когда началась стрельба, когда посыпались, выбились, вылетели все стекла, начало попадать в мой дом. И я шла прямо навстречу смерти, когда летели эти осколки и все. А 4 числа я была тоже дома. Я на огороде, на четвереньках ползала, я не знала, как мне спастись. Посмотрите, какой это ужас. Это мой забор. Это была такая железная труба, от нее остался пенек. Где она делась? Я туда боюсь ходить, может, там вообще заминировано. Представляете, какая сила была от этого ужаса. Снесло забор, он железный, эту самую железную трубу, смело малину мою эту самую всю. Что это было? Бомба, снаряд. Ужас. Теперь Изабыла Юрьевна ночует у подруги. Днями ютится в сарае. Все вещи, одежда находятся под завалами. Воды, света, газа нет. Нет и родственников, которые смогут помочь одинокой пенсионерке. И очень рада, что это все закончилось. Очень рада. Потому что сейчас не стреляют, у людей появилась вода, газ, свет. Люди ездят на машине, связь. Маршрутки работают. Разве плохо? Крыша дома номер 14 загорелась от снаряда тоже в последний день АТО в Славянске. От дома остались стены. Не дожидаясь помощи и компенсации, хозяева приняли решение восстанавливать свое жилище. Вон окна, вон аквариум капец. Вот осколки, вот осколок, вот осколок. В доме, в этой комнате 10 осколков. То есть вон окно, пробило вон аквариум, он выше аквариума. А здесь, вот, я лежал здесь на кровати и разговариваю с товарищем. И он говорит, а мины начали шлепать. А товарищ говорит, да брез ты нахер текай. И я пришел, и он пробил потолок, и на то место, где лежала моя голова, шлепнулся осколок. Люда его нашла вот там в кровати, в кровати, пробила кровать. То есть, почему я не участник боевых действий? По идее, я участник. Я пережил три налета, и я два дня рыгал и заикался, потому что меня контузило. Улочка с красивым названием «Ботаническая» находится между детской больницей и центральной городской больницей. Казалось, уже в этот район никто не посмеет стрелять. И все-таки стреляли. До сих пор жители улицы не понимают, почему именно эта улица, дома пенсионеров, неоднократно обстреливались. Тихая улица всегда. Потому что, ну, она приедет, отсюда плюнет, он от заправки, а в ответ прилетела. То есть, были провокации, как на Артема. На Артема тоже из-за дома шлепнут, а с Карасюна прилетает, разбили пол Артема. Правда? И молодежку. То есть, война – это не для мирных людей. Пусть бы они в поле вышли и стреляли там сколько хотите.